Привет всем. Когда вы прочтете это письмо, меня уже не будет с вами. Наверное, для кого-то жизнь неплохая штука. Только я свою прижила. Россия в три раза превышает общемировой уровень детского суицида. А Московская область на сегодняшний день находится на третьем месте в стране. Преднамеренно лишают себя жизни по разным факторам. Здесь и генетические особенности, и семейные ситуации. Последнее чаще всего толкает подростков на такой страшный шаг. И если у взрослых подготовительный период к уходу из жизни длительнее, то детский суицид более скрытен и происходит внезапно. Заметить, что ребенок находится в депрессии, порой бывает тяжело. Даже если это сложно распознать, все равно какие-то микростимулы, они обязательно есть. И внимательно, если с ребенком общаться, наблюдать, то это можно заметить. Нужно быть внимательным к своим детям. В первую очередь нужно любить своих детей. Нужно понимать, чем они живут, что у них в душе, к чему они стремятся, с кем общаются. Вот это самое важное. Потому что если дети предоставлены сами себе и растут даже внутри семьи, как трава, то неизвестно, куда они могут прийти. Но ответственность за жизнь нашего подрастающего поколения лежит не только на семье, а и на обществе. Большую часть времени дети проводят в школе и тесно общаются с учителями. Поэтому сейчас особое внимание уделяется обучению педагогического состава, умению выявить в учениках суицидальные наклонности. Помимо этого, в каждой школе работает психолог, который проводит с ребятами специальные тесты. Каждый взрослый, который соприкасается так или иначе с ребенком, не должен быть равнодушным к проблемам детей. Потому что для взрослого человека это, может, проблема, которая и не проблема, и не стоит внимания для ребенка, для подростка. Это, возможно, какая-то глобальная ситуация, из которой он не может сам найти выход. К сожалению, часто выход из ситуации дети ищут в интернете, который в последнее время заменил им все. В социальных сетях вовсю орудуют смертельные сайты, где призывают молодежь сделать роковой шаг и учат, как покончить жизнь самоубийством. Сейчас борьба с такими ресурсами ведется на уровне государства. Их создание уголовно наказуемо. Специалисты призывают при малейших подозрениях, что ребенок склонен к преднамеренному лишению себя жизни, не бояться и искать помощь только у психиатров и психологов. В Ленинском районе работает социально-психологическая служба, куда можно обратиться анонимно. По всем вопросам можно позвонить по телефону 8-985-814-6760. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, ВиднетВ.